Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Ведопульс» и я, Рчебасова Елена Алексеевна. Тема вебинара, который будет сегодня раскрыт, это физиология и основные функции печени, а также мы поговорим о такой нозологической форме, как жировой гепатоз. Ну, вначале давайте познакомимся, что же из себя представляет печень, как она устроена и какие основные функции в организме она выполняет. Итак, печень – это самая большая железа нашего организма. Печень располагается в правом подреберье, она располагается в брюшной полости. Орган довольно большой, масса его достигает примерно около полутора килограммов. И печень, условно, делится как бы на два отдела, то есть выделяют две доли. Значит, это доля правая, которая является более такой выраженной и значительной, и левая доля, которая по сравнению с правой, конечно, гораздо меньше. Значит, печень принимает участие во многих процессах нашего организма. Сегодня мы будем их озвучивать, про них будем говорить. Это и процессы пищеварения, и кровообращения, и кроветворения. И в целом принимают участие в процессе обмена веществ. Но для того, чтобы понять, почему печень выполняет все эти функции, мы будем знакомиться и с ее строением. Итак, если посмотреть на печень как бы с нижней поверхности, то здесь довольно четко заметно наличие борозд. В целом у печени три борозды, из которых две продольные и одна поперечная борозда. Так вот, поперечная борозда, ее как бы условно, эту борозду считают воротами печени. Ну, само по себе название ворота, да, говорит о том, что здесь что-то должно входить и выходить. Так оно и есть. Значит, в печень проникают сосуды, нервы, а выходит, соответственно, желчный проток. Итак, значит, ворота печени, поперечная борозда, входит сюда в воротная вена. Это вена, которая собирает кровь от всех, так скажем, неопарных органов брюшной полости. Это печеночная артерия, нервы, а выходит общий печеночный желчный проток, вот он, который уже выйдя из печени, будет соединяться с протоком желчного пузыря и участвовать в образовании, так скажем, единого желчного протока. Все, что касается желчеводящих путей, мы с вами знакомились на предыдущем вебинаре. Поэтому вот анатомическая структура ворот печени. Если посмотреть на печень изнутри, ну, то есть, как бы сделать срез ткани печени и посмотреть под микроскопом, то можно будет увидеть, что печень состоит из таких вот интересных образований, которые имеют форму шестигранника. И вот эти вот шестигранники являются печеночными дольками. Поэтому печеночная долька – это структурная единица печени. И в печени человека таких вот структурных единиц, таких печеночных долек насчитывается примерно около 100 тысяч. Но нужно сказать, что печеночная долька – это не клетка печени. Печеночная долька – это образование, которое как раз включает в себя клетки печени. Посмотрите, эти клетки печени, они образуют как бы такие вот ряды, балки, соединяясь друг с другом. И концентрируются все вокруг в центре расположенной центральной вены. Вот в этих печеночных клетках или в печеночных балках, правильно сказать, в печеночных клетках образуется желчь, так как одна из функций печени – это продукция желчи. Желчь выделяется в желчные протоки, сначала мелкие, вот эти вот септальные, потом они объединяются в междольковые желчные протоки, потом они еще более укрупняются в протоки правой и левой, соответственно, несущие желчь с правой и левой долей печени, и затем уже объединяются в единый печеночный желчный проток. И выносят желчь за пределы печени. Вот такое вот, если посмотреть, как они располагаются друг с другом, то такое вот плотное слияние печеночных долек, так устроена морфология печени. Если же мы обратимся к тому, а какие функции выполняет печень, то функции, как здесь вот, да, на представленном слайде мы видим, их очень много. Печень выполняет более 500 различных функций. 500 функций, да, выполняет один орган. То есть если мы сейчас возьмемся характеризовать каждую из этих функций, нам не хватит времени, если подробно разбирать каждую функцию. Поэтому мы остановимся сегодня на основных функциях и попытаемся с ними познакомиться. Ну вот даже здесь, на данном слайде мы можем сейчас уже даже увидеть, какие функции выполняет печень. Ну все знают, что печень принимает участие в нейтрализации различных токсических веществ. Да, то есть это такого своего рода барьер нашего организма по проникновению во внутреннюю среду различных ядовитых и токсичных компонентов. Далее, печень вырабатывает желчь, про это мы уже знаем. В печени вырабатываются факторы, которые называются факторы свертывания крови. Так как эти факторы, практически все, их 13 факторов свертывания крови, и практически все они являются производными белков, то есть белковую структуру, а печень – это орган, который в нашем организме синтезирует белки, поэтому и факторы свертывания крови, так как они белковой природы, соответственно, тоже синтезируются клетками печени. Поэтому состояние печени, функции печени напрямую будут влиять на процессы коагуляции, то есть на процессы свертывания. Далее, печень принимает участие в обмене веществ, то есть и принимает участие в регуляции и белкового обмена, и углеводного, и жирового. Печень обеспечивает гормональный обмен. Что это значит? Это значит, что в печени происходит метаболизм очень многих гормонов, которые вырабатываются в самых различных железах внутренней секреции, они выполняют свою функцию в организме, а их уже, так скажем, метаболизм, их разрушение, да, после того, как они завершили свой цикл функциональный, происходит в печени. И, соответственно, нарушение функции печени может привести к определенным гормональным дисбалансам. Печень является депо-запасом глюкозы. В печени откладывается так называемый гликоген и является, так скажем, запасом свободной глюкозы. Здесь происходят, вернее, находятся определенные витамины, и сама печень регулирует обмен некоторых витаминов. Соответственно, даже вот из того, что здесь представлено, мы можем уже сделать вывод, что печень принимает участие во многих процессах и регулирует самые различные функции нашего организма. Теперь давайте мы остановимся на некоторых из этих функций. Итак, первое – это участие печени в регуляции обменных процессов. Регуляция обмена белков. Печень – это орган, который синтезирует белки. Благодаря тому, что в печени находится ряд ферментов, которые, как вы видите, перерабатывают, перестраивают поступающие в печень аминокислоты, а аминокислоты – это структурная единица белка, и уже из поступающих сюда аминокислот, они поступают сюда через те продукты питания, которые человек употребляет в пищу, образуются аминокислоты, и из этих аминокислот уже синтезируются печенью белки, которые необходимы на данный момент. Это аминокислоты, которые поступают в результате работы определенных гормонов, но, тем не менее, печень участвует в синтезе белка. И является основным поставщиком белка. Ну, а белок – это структурный компонент каждой клетки нашего организма. Белки – это строительный материал всех клеточных структур, поэтому нарушение функции печени, конечно же, повлечет за собой нарушение белкового обмена и белковую недостаточность. А также из всех пищевых компонентов, то есть белки, жиры и углеводы, белки – это единственный компонент, который в нашем организме нигде не запасается и нигде не откладывается. То есть нет у нас такого места, где бы белок откладывался, ну, как бы про запас. Такого нет. Соответственно, если недостаточное поступление белка, и если печень изменила свою функцию, нарушена ее белоксинтезирующая функция, то, соответственно, человек испытывает белковое голодание и наступает дистрофия органов и тканей. Если же мы посмотрим на роль печени в обмене углеводов, то нужно сказать, что роль здесь, конечно же, тоже колоссальная, потому что в печени происходит, опять же, под влиянием ряда ферментов, происходит такой процесс, который называется гликогенез. Гликогенез – это образование гликогена. Гликогена из свободной глюкозы. Ну, другими словами, когда человек употребляет пищу, поступает свободная глюкоза. Глюкозы бывает очень много, больше, чем то количество, которое необходимо, на данный момент. Так вот, глюкоза может в организме запасаться. И она запасается в виде гликогена. И он откладывается в печени как раз и может откладываться в мышцах. А вот когда глюкозы в организме не хватает, то есть наступает такое состояние, как гипогликемия, вот тогда организм может выдать свободную глюкозу, расщепив ее из гликогена. Это тоже функция печени. Жировой обмен. Ну, прежде всего, влияние печени на жировой обмен происходит посредством желчи, потому что желчь выделяется в кишечник, принимает участие в подготовке жиров к их гидролизу ферментами поджелудочной железы, способствует всасыванию жиров и, соответственно, таким образом влияет на процессы жирового обмена. Если же мы посмотрим на роль печени в обмене витаминов, то здесь роль печени также колоссальна. Особенно это касается в основном так называемых жирорастворимых витаминов. Почему? Печень выделяет желчь. Основным компонентом желчи являются желчные кислоты. Так вот, за счет желчных кислот жирорастворимые витамины попадают в кишечник. Другими словами, они всасываются и поступают в кровь, то есть во внутреннюю среду организма и уже по назначению используются организмы. Что же относится к жирорастворимым витаминам? Это такие витамины, как витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К. Также нужно сказать, что в печени содержатся некоторые витамины, причем не только жирорастворимые, но и водорастворимые, поэтому печень является источником этих витаминов. Но прежде всего хотелось бы рассказать про витамин А, про витамин Д, это то, что являются жирорастворимыми, а также есть и витамины водорастворимые, такие как витамин В12 или цианокабуламин, без которого невозможна система образования эритроцитов, и витамин В2, это рибофлавин. Печень принимает участие в обмене микроэлементов, то есть за счет компонентов желчи микроэлементы, опять же, всасываются в кишечники, и к таким микроэлементам относятся марганец, кобальт, цинк, медь. То есть это те компоненты минерального состава, которые измеряются в микрограммах, в пикограммах, то есть их количество, если посмотреть их в плазме крови, оно очень-очень незначительно, но тем не менее эти микроэлементы, они необходимы для осуществления многих ферментативных процессов, биохимических процессов, происходящих в организме. Значит, как было сказано немножко ранее, печень принимает участие в расщеплении гормонов, то есть в метаболизме гормонов. И прежде всего здесь происходит расщепление таких гормонов, как тероксинов, это гормоны щитовидной железы, тероксин, триотиранин, это гормон альдостерон, гормон коры надпочечников, это АДГ, антидиуретический гормон, который принимает участие в регуляции водно-солевого обмена. И, конечно же, это гормон инсулин, который принимает участие в регуляции углеводного обмена. Поэтому нарушение функции печени может сказаться на различных, так скажем, изменениях тех функций, которые осуществляют эти гормоны. Следующая функция, о которой также все знают, это защитная функция или обезвреживающая функция. Все, что мы съедаем, различные ксенобиотики, которые поступают в наш организм вместе с продуктами питания, нужно сказать, что ксенобиотики, дословный перевод, ксенос означает чужой, то есть все чужеродные вещества, которые попадают к нам в организм с продуктами питания, все эти чужеродные компоненты печенью находятся, распознаются и, соответственно, нейтрализуются. Нужно сказать, что ксенобиотики, которые поступают в организм человека, с каждым годом становятся все больше и больше. К этим компонентам относятся, к ксенобиотикам, относятся все лекарственные препараты, которые человек принимает. Это различные консерванты, красители, стабилизаторы, которые находятся в пище. Соответственно, они являются, так скажем, чужеродными для нашего организма. И на эти компоненты организм может различно реагировать. Почему? Сейчас такая колоссальная проблема это аллергические проявления. Аллергические проявления самые различные. кожные проявления, пищевые аллергии. Это могут быть различные проявления, выражающиеся, допустим, паранхиальной астмой и так далее. То есть чужеродных компонентов поступает множество. И печень за счет того, что в клетках печени работают определенные ферментативные механизмы, она обезвреживает эти токсические вещества и делает их нейтральными. То есть безвредными для организма. Ну, то есть, допустим, если поступает аммиак, вот в качестве примера, да, здесь приводится, то превращается в мочевину. И, соответственно, мочевина затем будет естественным путем из организма выводиться. Ядовитые вещества превращаются в безвредные, микроорганизмы подвергаются фагоцитозу и так далее. То есть такой вот своеобразный фильтр. Соответственно, если говорить о токсическом действии алкоголя, то 90% всего алкоголя проходит детоксикацию клетками печени. Большие дозы алкоголя, да, являются мощным таким ксенобиотиком, оказывающим токсические проявления. И вот за счет того, что в печени работают ферменты, допустим, такой, как алкоголь-догидрогеназа, настроены как раз на то, чтобы нейтрализовать токсическое действие алкогольных напитков. Соответственно, при нарушении функции печени, при каких-то проблемах с печенью, эта функция будет очень сильно страдать. Следующая. Следующая функция, которую осуществляет печень, это то, что она принимает участие в свертывании крови. Итак, факторы свертывания крови белковые синтезируются в печени. И вот этот вот ферментативный процесс белковый, непосредственный процесс коагуляции, который осуществляется за счет этих факторов, и эти факторы принимают участие в образовании фибринового тромба, который способен остановить кровотечение даже из крупных сосудов. Соответственно, изначально главная роль в их синтезе отводится печени. И у людей, страдающих, допустим, гепатитом или циррозом печени или какими-то другими нозологическими формами, очень сильно меняется система коагуляции, изменяются показатели коагуляционные. И такие люди склонны, так скажем, к кровоточивости, к нарушению остановки крови. Печень – это орган, который можно назвать депо крови. У нас есть депо крови селезенка, и депо крови – это печень. Почему? Потому что печень устроена таким образом, что кровь по сосудам протекает очень медленно, и крови там может находиться где-то до литра-полутора литров в самой печени. И при каких-то необходимостях, при стрессах, при физических нагрузках печень может выделить какой-то определенный объем крови непосредственно в циркулирующее русло. Печень участвует также в процессах пищеварения. Это подробно мы разбирали на прошлом вебинаре, но буквально несколько слов я скажу. Печень и синтезируется желчь. Желчь синтезируется круглосуточно. И днем, и ночью, независимо от чего. И выделяется по желчным протокам уже в 12-перстную кишку. Выделяется туда по мере необходимости. Как правило, это связано с приемами пищи. И здесь непосредственно участие в пищеварении – это участие в процессе гидролиза жиров. За счет желчных кислот происходит эмульгирование крупных молекул жира, а затем уже на эти жировые молекулы воздействуют ферменты, в частности липаза поджелудочной железы. И при помощи желчных кислот также происходит и всасывание через стенку кишечника липидов. Плюс происходит и обязательное всасывание жирорастворимых витаминов. Тоже благодаря желчи. А вот теперь давайте остановимся еще на одной немаловажной функции печени, которая интересует всех, даже по вопросам, которые были на предыдущем вебинаре. Это все, что касается холестерина, синтеза холестерина, его функции, его значения, его вреда. Итак, значит, синтез холестерина и его эфиров, соответственно, липидов, фосфолипидов, липопротеидов и регуляции липидного обмена также осуществляется клетками печени. Что же такое холестерин? Холестерин – это липид, то есть это, другими словами, жир. И в нашем организме холестерин в основном образуется клетками печени. И без холестерина невозможно нормальное функционирование организма. И сегодня мы назовем все функции холестерина и скажем, что неправильно говорить о том, что холестерин – это плохо. Почему-то принято считать, что все, что касается холестерина, это всегда плохо. Нет, это не плохо. Холестерин выполняет массу нужных функций в нашем организме. Итак, слово холестерин делим опять же на две части и видим, что первая часть означает холе, холестерин, холестаз и так далее. Слово холе означает желчь. А стереос означает твердый, то есть другими словами как бы твердая желчь, дословный перевод слова холестерин. Итак, значит, зачем нужен холестерин? Давайте посмотрим, сколько функций выполняет холестерин. Прежде всего, холестерин как липид, он входит в состав клеточных мембран. Ни одна клеточная мембрана не обделена холестерином. Обязательно основным компонентом любой клеточной мембраны является двойной слой липидов, билипидный слой, между которыми располагается прослойка белков. Поэтому отсутствие холестерина, нормальное функционирование липидного обмена приводит к нарушению клеточной мембраны. Любой клеточной мембраны любого органа. Если нарушается строение целостности мембраны, нарушается в целом функция клетки. Опять же, любой. Далее, без холестерина невозможно синтеза половых гормонов. Половых гормонов и мужских половых андрогенов, и женских половых эстрогенов. Поэтому какое-то такое тотальное голодание, которое иногда наблюдается со стороны молодых девочек с целью достичь невероятных стандартов фигуры, и полное исключение из рациона питания жиров, оно недопустимо, потому что нарушается обмен синтез, вернее, половых гормонов, и в целом нарушается репродуктивная функция. А без холестерина, опять же, невозможен синтез половых гормонов. Невозможен синтез гормонов стероидных, других стероидных гормонов. Каких? Это гормонов коры надпочечника, в частности, кортизол и кортикостерон. Это гормоны, гормоны стресса, которые определяют в нашем организме все виды обмена. Это альдостерон, это гормон тоже коры надпочечников, которые принимают участие в водно-солевом обмене. Холестерин это компонент желчи. Холестерин принимает участие, как вы видите, в преобразовании солнечного света в витамин D. Мы знаем, что витамин D образуется под влиянием солнечного света, при этом принимает участие холестерин. Необходим для обмена веществ, прежде всего принимают участие в жировом обмене и в обмене жирорастворимых витаминов, еще раз давайте их назовем, это витамины А, Д, Е и К. Без холестерина невозможно нормальное функционирование нервной системы в целом. Почему? Потому что холестерин входит в состав миелиновых оболочек всех нервных волокон. То есть миелинизация нервных волокон. Без этого невозможно нормальное проведение нервного импульса, нормальное функционирование нервной системы. И вот такая интегрирующая схема, где еще раз четко видно роль холестерина. Но прежде всего это строительство, структура клетки, мембраны клетки. Это миелинизация нервных волокон и в состав абсолютно всех клеточных мембран. Холестерин источник синтеза других компонентов мы сказали это гормоны, это витамины, это желчь. И участвуют в управлении биохимическими процессами, в частности такой процесс как гликонеогенез. Гликонеогенез это образование углеводов из веществ неуглеводистой природы, ну допустим из белков и жиров. То есть колоссальная роль холестерина в нашем организме и поэтому узная все это мы не можем однозначно говорить, что холестерин это плохо. Теперь давайте посмотрим каковы же нормы холестерина должны быть. Оптимальный уровень холестерина является верхняя граница 5, 5,2 миллимоля на литр. Все что выше мы расцениваем уже как соответственно повышение показателей холестерина и вот делим на несколько категорий. Значит есть слегка высокий уровень холестерина это 5,6 и 4 миллимоля на литр. Умеренно высокий уровень холестерина это 6,5 7,8 граница показателя холестерина и очень высокий уровень холестерина это все что выше 7,8 миллимоль на литр холестерина. Холестерин это компонент липидного обмена. Это липид. Но холестерин как мы видели это твердый жир. Он не может самостоятельно транспортироваться в крови. И поэтому такой компонент он обязательно соединяется с белками и образуется транспортная форма. Давайте обратим внимание холестерин плюс белок формируется такое образование которое называется липопротеин. Так вот если посмотреть липидограмму плазмы крови то соответственно там можно будет увидеть показатели как общего холестерина так уже непосредственно дифференцирование на липопротеины и в зависимости от соотношения липида и белка вот в этой совокупности липопротеины они будут делиться на три категории выделяют липопротеины высокой плотности HDL высокой плотности липопротеины выделяют липопротеины низкой плотности LDL И также выделяют еще липопротеины очень низкой плотности, да, в LDL. Вот это три основных компонента липидограммы, о которых мы сейчас тоже поговорим. Итак, липопротеиды высокой плотности. Их еще, так вот принято называть, что это хороший холестерин. Почему это хороший холестерин? Потому что липопротеиды высокой плотности, они хорошо растворяются в воде. То есть гидрофильны. Они не склонны выпадать в осадок. И соотношение липиды и, соответственно, жир идет в пользу, вернее, липиды в соотношении белки идет в пользу белков. И вот посмотрите, что делают липопротеиды высокой плотности. Они участвуют в транспорте холестерина. Ну, здесь его называют холестерол, потому что по биохимической структуре он является ближе к спиртам. К тому окончании ОЛ. Значит, они липопротеиды высокой плотности транспортируют холестерин от клеток, различных клеток организма, в печень. И там уже холестерин перерабатывается в желчные кислоты, которые вместе с желчью выделяются в кишечник и выходят из организма совершенно естественным путем. Что же делают липопротеины низкой плотности? Липопротеины низкой плотности их еще называют плохой холестерин, потому что соотношения липиды-белки идут в пользу липидов. Так вот, это тоже транспортная форма холестерина, но они выполняют совершенно другую задачу. Они переносят холестерин к клеткам организма, а также транспортируют его между клетками. Липопротеины низкой плотности, они гидрофобны, то есть плохо растворяются в воде и, соответственно, могут выпадать в осадок. Поэтому липопротеиды низкой плотности, они являются как бы факторами риска для развития атеросклеротических образований. И, соответственно, мы сказали, есть еще липопротеиды очень низкой плотности. Посмотрите, значит, они синтезируются печенью, их основная функция также транспорт холестерина и три глицеридов. Из печени в другие органы. Липопротеиды очень низкой плотности называют злым холестерином, потому что именно эти липопротеины, то есть липопротеины очень низкой плотности, именно они являются главными участниками в образовании атеросклеротических бляшек. Соответственно, давайте посмотрим на вот эту схемку. Посмотрите, холестерин, да, весь холестерин, который вот у нас в организме есть, обратите внимание, 90% синтезируются клетками печени. И только 10% холестерина поступает в наш организм с продуктами питания. Соответственно, либо протеины высокой плотности, те, которые являются хорошим холестерином, они доставляют холестерин от различных клеток, как мы сейчас сказали, к печени и затем выводятся из организма. А левопротеиды очень низкой плотности и низкой плотности, они транспортируют наоборот холестерин к клеткам, и это способствует тому, так как этот холестерин плохо растворим, то, соответственно, это приводит к тому, что вот здесь показано на сосудах происходит образование атеросклеротических бляшек. Ну и, соответственно, нарушение кровотока и трофики тканей. Что нужно сказать про показатели холестерина? Вот мы сказали, да, градации холестерина, норма чуть выше, выше и совсем высокий. Но существует тот предел, который вообще нельзя, так скажем, перешагивать. Во-первых, отличаются показатели холестерина у мужчин и женщин. Посмотрите, да, считается, что у женщин уровень холестерина несколько выше, чем у мужчин. Но, тем не менее, в крови мужчин холестерина недопустимо, чтобы было больше, чем 7,17 ммл, а в крови женщины 7,77 ммл. И еще хотелось бы остановиться на одном таком показателе липидного обмена, как коэффициент атерогенности, то есть склонности образования атеросклероза, вернее, атеросклеротических бляшек. Это соотношение показателя липопротеидов высокой плотности к липопротеидам низкой плотности. Во-первых, само это соотношение должно быть примерно 1 к 3. Соответственно, если это соотношение становится выше, чем 1 к 3, то это является фактором риска для развития атеросклеротических процессов. Итак, коэффициент атерогенности. Вот высчитывается по этой формуле, где в числителе показатели общего холестерина минус показатели липопротеидов высокой плотности, и в знаменателе это также показатели липопротеидов высокой плотности. Это коэффициент атерогенности. О чем же он говорит, каковы у него показатели нормы и ненормы? Этот коэффициент должен в норме быть меньше 3. Если этот коэффициент меньше 3, то это говорит о минимальном риске развития атеросклероза. Если этот показатель находится в границах 3-4, то это уже высокая степень вероятности развития атеросклероза, и как следствие здесь приводится ишемическая болезнь сердца. Ну и совсем печально, если коэффициент атерогенности больше, чем 5. Это очень высокая вероятность атеросклероза. Соответственно, это большой риск развития сосудистых заболеваний сердца, головного мозга и любых других органов. И вот здесь, на представленном слайде, показаны те показатели жирового обмена, которым нужно стремиться для того, чтобы исключить риск развития атеросклероза и в целом сосудистой патологии. Давайте посмотрим. Это показатели холестерина менее 5 ммл. Коэффициент атерогенности менее 3. Холестерин, такая фракция, как липопротеиды низкой плотности, должны в норме составлять менее 3 ммл. Три глицериды менее 2. Но холестерин, такой фракции, как липопротеиды высокой плотности, тот, который мы называем хорошим холестерином, должен быть более 1 ммл. Вот это идеальные показатели липидного обмена. Ну а теперь мы переходим непосредственно уже к нарушению функции печени и разберем сегодня такую патологию, как жировой гипотоз. Жировой гипотоз или по-другому называется ожирение печени. Или жировая дистрофия печени. То есть могут быть несколько названий. Нужно сказать, что это обратимый, обратимый, да, хочу тут установиться на этом слове, обратимый хронический процесс печеночной дистрофии, который возникает в результате избыточного скопления липидов, жира в клетках печени. Ну и вот давайте посмотрим, здесь, конечно, очень схематично, это рисунок. Показана нормальная печень и показана печень при жировом гипотозе. Вот оно, скопление, излишнее скопление жира в клетках печени. Нужно сказать, что жировой гипотоз довольно распространен среди населения и примерно где-то четверть всего населения страдает таким вот такой жировой дистрофией печени. А люди, которые страдают ожирением, то есть избыточной массой тела, у этих людей практически у 90% наблюдается жировой гипотоз печени. Также эта болезнь развивается в промежутке 40-60 лет, как правило, и этому заболеванию наиболее подвержены женщины. Каковы причины жирового гипотоза? Ну, прежде всего, выделяют первичный и вторичный жировой гипотоз. Первичный – это изначально самостоятельное заболевание, которому может привести нарушение обмена веществ, а именно это сахарный диабет второго типа. Когда нарушается углеводный обмен, он вычет за собой нарушение жирового, и это приводит к развитию жирового гипотоза. Это ожирение. Любые формы наиболее распространены – это алиментарное ожирение, то есть это переизбыток жиров в пище, и, соответственно, нарушение жирового обмена, гиперлипидемия, то есть нарушение тех показателей, которые мы сейчас с вами разобрали. А вторичный жировой гипотоз является следствием. Следствием какого-то изначально основного заболевания. Ну, прежде всего, это хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются нарушением всасывания. И на первом месте хотелось бы выделить здесь такую патологию, как неспецифический язвенный колит и хронический панкреатит. К причинам развития гипотоза жирового может привести быстрое похудание, то есть нарушение обменных процессов, когда человек вдруг резко перестает что-либо есть и решил быстро похудеть. Вот это может привести к жировому гипотозу. Это прием различных препаратов, которые обладают гепатотоксическим действием. И вот к таким препаратам хотелось бы отдельно отнести прием синтетических эстрогенов, ну или другими словами, гормональных контрацептивов и других препаратов с таким действием, как, допустим, НПВП, нестероидные противовоспалительные средства. И такое заболевание, как малиабсорбция, это заболевание, когда происходит ферментативная недостаточность и, опять же, нарушается всасывание пищевых компонентов. Ну, какие факторы способствуют развитию жирового гипотоза? Этих факторов очень много. Ну, на первом месте это, конечно же, образ жизни. И можно сказать, что это проблема образа жизни, потому что гиподинамия и употребление в пищу большого количества, ну, прежде всего, жирных продуктов, жиросодержащих, особенно жиров, видоизмененных, называемых трансжиров, это все способствует тому, что приводит вот к жировому гипотозу. Это диеты, как уже было сказано, причем-таки жесткие диеты, а особенно страшные диеты. И если после диеты человек срывается и резко вот выходит из этого состояния и начинает все подряд есть, да, то есть, такое, что-то похоже на булюмию развивается, да, то есть, переедание. Вот это тоже может способствовать развитию жирового гипотоза. Ну, и, как было сказано, это прием различных лекарственных препаратов. Итак, нарушается метаболизм, и в результате этого в клетках печени, вот это уже изображение, как видно клетки печени, структуру печени под микроскопом, вот здоровая печень, а вот печень, в которой очень много включений жира. Соответственно, жировые включения нарушаются функции печени, печень изменяет свою ферментативную активность, и все те функции, которые мы разбирали в самом начале, они будут очень-очень сильно страдать. И вот давайте посмотрим на следующий слайд, что мы видим, что, к чему это может привести. То есть, так называемая жирная печень или жировой гипотоз, это состояние, которое может длиться очень длительно, может длиться годами, и в чем коварность, то, что мы сейчас про это скажем, то, что заболевание не всегда является манифестным. То есть, не всегда можно определить какие-то нарушения, особенно если есть основная патология желудочно-кишечного тракта, то она как бы маскирует наличие жирового гипотоза. Так вот, жирная печень или жировой гипотоз нарушает функцию клеток печени, это приводит к тому, что в клетках печени, в печеночной общей ткани развивается фиброз, фиброзная структура, и постепенно происходит формирование цирроза. То есть, клетки печени нарушают свою структуру и заменяются на соединительно-тканные клетки, которые уже никакой функции не выполняют. То есть, при жировом гипотозе происходит перерождение здоровых клеток печени, их видоизменения, и, соответственно, орган не выполняет те задачи, которые ему следовало выполнять. Итак, как протекает это заболевание? Как было уже сказано, что заболевание может протекать совершенно невыраженно, бессимптомно. И если у человека есть какие-то проявления, ну, допустим, хронический панкреатит, он знает про это, как-то пытается с этим бороться, лечиться, а то, что на фоне этого развивается жировой гипотоз, как-то даже и не подозревают, хотя он имеет место быть. Чем может сопровождаться это заболевание? Ну, прежде всего, это проявление диспепсических симптомов. То есть, это может быть тошнота, нарушение аппетита, тяжесть какая-то в правом подреберье, это в целом истощение, астенические проявления, то есть, упадок сил, могут быть боли в правом подреберье, такие вот тупые, тянущие боли, и иногда, что, как правило, настораживает и пугает, это может быть проявление такой небольшой желтушности. Желтушности кожных покровов и небольшой желтушности склепа может обратить внимание сам пациент, но она не такая выраженная, допустим, как при гепатите, вот мы, следующий вебинар, у нас будет посвящен вирусным гепатитам, где основным клиническим таким, манифестным проявлением будет являться желтуха, подробно про это будем говорить. Здесь нет, здесь может быть такая легкая экторичность, то есть, легкая желтушность. Если пропальпировать печень этого пациента, то она, конечно же, будет увеличена, то есть, она будет выходить за пределы правого подреберья, и при пальпации она будет, край печени будет гладкий, и пациент может испытывать болезненность при пальпации. То есть, все эти изменения, отложения жира, изменения функции клеток приводят к тому, что страдают все функции печени. И на фоне этого развиваются осложнения. Самым грозным осложнением, как мы сейчас видели на одном из представленных слайдов, это, конечно же, является цирроз печени. Далее. Страдают все функции, поэтому нарушается в целом вся система пищеварения. Нарушается отток желчи. Да, это приводит к развитию холецистита, застой желчи в желчеводящих протоках и желчном пузыре. Это может приводить к камнеобразованию, то есть развитию желчнокаменной болезни. Нарушение оттока желчи, нарушение всасывания жиров приводит к развитию дисфункции поджелудочной железы, то есть к развитию панкреатита. Печень, мы видели, выполняет массу функций. Это и депо крови, и кроветворение, и в целом регуляция циркулирующего объема крови. Поэтому это может привести и к развитию сердечно-сосудистой патологии. Нарушение гормонального баланса. Происходит снижение иммунитета. И на фоне жирового гипотоза у таких людей могут быть очень частые простудные, какие-то вирусные заболевания. Такой человек может быть подвержен развитию даже бактериальных заболеваний, таких как пневмония. То есть очень сильно страдает иммунная функция. Это все является осложнениями жирового гипотоза. Диагностика. Ну, диагностика – это прежде всего клиника, да, это жалобы, но для более подробной диагностики это, конечно же, производится УЗИ, ультразвуковое исследование, на котором как раз и определяется ожирение печени по показателям эхогенности. Биохимический анализ крови. Это маркеры печеночные, это такие ферменты, как АЛТ и АСТ, которые будут, конечно же, повышены. Это изменение показателей билирубина, которого тоже будет больше, чем это необходимо. Вот такие вот основные диагностические маркеры. Что же касается лечения, то так как много факторов, которые приводят к развитию жирового гипотоза, то при лечении нужно эти все факторы учитывать. И прежде всего, большая роль отводится диете. Строгая диета, с исключением, прежде всего, большого количества жирной пищи, это увеличение физической активности. То есть, должны происходить нормальные энергозатраты. Поэтому, обязательно, физическая активность. исключение алкоголя. Алкоголя. Да, мы сказали, что он обладает мощным токсическим действием. Это, соответственно, исключение приема гепатотоксичных препаратов и, наоборот, применение препаратов, которые называются гепатопротекторами. Гепатопротекторы – это те препараты, которые защищают клетку печени, стабилизируют ее мембрану. Что относится к профилактике? Ну, профилактика – это, конечно же, нормализация образа жизни, так можно сказать. Это сбалансированное питание. Если выявлены какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, их нужно вовремя лечить, а не дожидаться для того, чтобы они переходили в хроническую форму. Это избегает влияния всех токсических веществ, а также токсические вещества могут быть не только в виде того, что человек принимает, а это могут быть различные еще и вредные производства, и токсические вещества могут поступать в организм еще и путем ингаляционным. И, соответственно, еще раз хочу сказать, что обязательно физическая активность. Что же рекомендуется? Рекомендуется при этом состоянии употреблять в пищу такие продукты питания, как зелень. Вот это петрушка, салат, укроп. Посмотрите, обязательно введение их в рацион питания способствует тому, что выводятся лишние жиры. И это улучшает функцию клеток печени. Дальше, это обязательный прием зеленого чая, потому что зеленый чай содержит много антиоксидантов, и поэтому его нужно принимать, посмотрите, 3-4 чашки в день. Сухофрукты очень рекомендованы, примерно около 30 граммов в сутки, потому что они способствуют быстрому сжиганию жиров. Утром рекомендуется принимать морковный сок, примерно где-то половину стакана. И добавление в чай мяты и мелисы также способствует тому, что из организма выводятся лишние жиры. Ну, а теперь хотелось бы остановиться на препаратах, в частности, гепатопротекторах, и назвать их. Это аюрведический препарат, который всем известен, но может быть неизвестен, что это аюрведический препарат. Это препарат, который называется ЛИВ-52, который продается практически во всех аптеках. Это препарат, который называется ЛИВ-АБЛИС, это препарат компании ТРАДА, который также выполняет роль гепатопротектора. И рекомендован прием антиоксидантов. Одним из мощных антиоксидантов является витамин Е. Ну, а теперь мы переходим непосредственно к тем маркерам, которые мы можем увидеть, используя в своей диагностике аппаратно-программный комплекс ВИДА-ПУЛЬС. Но прежде всего хотелось бы остановиться на такой модуле, как меридианы. И, конечно же, первый меридиан, который сигнализирует об изменениях в целом со стороны функции печени, это, конечно же, 12-й меридиан. Это меридиан печени, который может находиться в состоянии напряжения. В зависимости от ситуации, да, если это острота процесса, выраженный процесс, то он может находиться в состоянии напряжения, а если это хронический процесс, то он может находиться в состоянии истощения. Обязательно сопутствующим меридианом, который может также говорить о нарушении функции печени, это является четвертый меридиан, это меридиан селезенки и поджелудочной железы, которые свидетельствуют о том, что нарушаются процессы пищеварения в тонкой кишке. Посмотрите на представленном слайде, здесь отображение меридианов, где еще в красной зоне находится третий меридиан, это меридиан желудка. В целом эта вся картина говорит о том, что есть выраженные изменения со стороны вообще всей функции желудочно-кишечного тракта, причем задействованы не только работа печени, но и желудка, и тонкой кишки. Дальше, нужно сказать, что проблемы, которые касаются гепатоза, жирового гепатоза, они в основном присущи людям, имеющим тип конституции, такой как капхапита. Соответственно, данные более подвержены развитию жирового гепатоза, капхапита, тип конституции, вот что здесь и показано на слайде. Если мы посмотрим на вкладку недана субдоши, то прежде всего хотелось бы посмотреть на субдоши по питадоши. Это прежде всего ранжака пита. Ранжака пита – это та субдоша, которая в целом отображает функции печени, и при нарушении функции печени она всегда выходит из баланса. И вот здесь как раз и отображено то, что эта субдоша находится в состоянии напряжения. И если процесс уже запущен, процесс долгий, хронический, и когда вовлекается в процесс не только система пищеварения, но при нарушении функции печени начинает страдать уже и система кровообращения, то тогда может выходить из баланса по капха доши еще и оваламбака капха, который свидетельствует о том, что нарушаются в целом еще и обменные процессы, связанные с объемом жидкости, в целом нарушение объема циркуляции. Но это уже, нужно сказать, оваламбака присоединяется на более поздних ситуациях. Если мы посмотрим вкладку неданатхату, то есть ткани, то здесь, обратите внимание, идет определенное соотношение между двумя тканями – раса и ракта. Раса находится в несколько таком истощении, а раса, наоборот, выходит из баланса и начинает превалировать. Такое состояние превалирования расы и истощения ракты как раз говорит о проблемах, связанных с печенью и, как правило, не воспалительного процесса, а дистрофического, в частности, вот и жирового гепатоза тоже. Ну и последнее, если мы посмотрим на вкладку панча-махабхуд, то здесь мы увидим проявление активности двух стихий – это вода и огонь, что еще раз подтверждает, что склонны к этому состоянию люди, которые являются представителями капха-пита-конституции. Ну вот, на этом у меня вся информация. Всех благодарю за внимание. Если есть вопросы, я на них отвечу. Хочу сказать, что 16 декабря состоится вебинар, который будет посвящен такой очень актуальной проблеме нашего времени – это вирусные гепатиты, где мы постараемся отразить проблемы, связанные с различными гепатитами. Это гепатиты А, В, С, Д. Причины их развития, так скажем, течения, основные методы профилактики и лечения, а также аэровидические подходы к лечению. Если вопросов нет, я всех благодарю за внимание и приглашаю на наш следующий вебинар. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok